Тот же для физиологический эффект. Ты свой мозг тренируешь на ощущениях. Человечество всегда интересовалось этими вопросами. И самые первые такие фалоимитаторы, каменные, может быть, там были и деревянные, еще какие-то, они датируются датой 20 тысяч лет назад. Уже тогда женщины для своих нужд эти штуки использовали. Ну, во всяком случае, то, что было найдено археологами, а потом исследовало антропологами, говорит о том, что, скорее всего, это были фалоимитаторы. А если же говорить о более таких продвинутых вещах, это, ну, например, бостерапия. Она используется совсем не только в сексологии, но это биологическая обратная связь. Там давление с ее помощью пытаются регулировать, частоту сердечных сокращений, еще какие-то вегетативные реакции, такие аппараты существуют. Так вот, используют их также и для тренировки мышц влагалище, ну, так или ощущений. То есть это предмет цилиндрической такой формы, он вводится во влагалище, и сжимая мышцы влагалища, там, ты смотришь на экран, на монитор, да, и если ты хорошо сжимаешь, ну, например, там, да, какая-нибудь загогулина появляется, или как-то солнце всходит высоко, да, до зенита доходит, или совсем не доходит никуда. И такие, ну, скажем, игрушки достаточно широко используются. Есть еще, ну, например, в умбилдинг, да, как система занятий для женщин, тренировки мышц тазово-дна и влагалища, они используют похожий аппарат, то есть это тоже цилиндрической формы предмет, который, к которому прикреплена манжета, и сжатием, ну, ты на манометре можешь и видеть, да, какое давление там, ну, при этом создается. Принцип абсолютно тот же, тот же для физиологический эффект. Ты свой мозг тренируешь на ощущениях, вот. А все то, что мы тренируем для того, чтобы мозг соединить с периферией, ну, в данном случае с половыми органами, оно где-то идет на пользу. Ну, здесь опять надо, хорошо бы все-таки, чтобы была консультация сексолога, который объяснил, что женщина может в результате получить. Если подумать только, что ей скажут, да, ты делаешь 10 процедур, у тебя будет счастье, скорее всего, нет, если, например, ее отношения с партнером нарушены, она хотела бы их таким способом отрегулировать. Если говорить о процедурах, сейчас активно используют филеры для того, чтобы коррекцию провести, там, растянутых мышц, деформированных, лифтинги, да, которые используют. Опять же, сами по себе сексуальную функцию просто так они не улучшат, но, тем не менее, заниматься этой темой, это уже сделать шаг, ну, к тому, чтобы подумать о своей сексуальности, да, и, может быть, как-то вот потом сделать следующий шаг. Эстетика, она помогает самоощущениям. Мы, сексологи, двумя руками за, только правильно понимать. Если там вам будут говорить, что вот мы вам поставим филер, и у вас сексуальная жизнь улучшится, скорее всего, это преувеличение, да, а то, что это будет шаг к улучшению возможного, да, почему нет, вполне.